Уважаемая молодежь, сегодняшний час добропорядочности мы посвятили выдающемуся композитору Курмангаза Сагарбаула, которого в народе прозвали «Отцом Киев». Уникальность его произведений заключается в том, что он на языке кия воспевает независимость и свободу, честность и справедливость. Язык кия глубоко может понять только истинный казах. С появления жанра кии в истории казахской музыки он стал уникальной музыкальной летописью, ценным духовным наследием народа. Занимая важное место в духовной сокровищнице музыки, кий не нуждается в словах, ибо его содержание является золотым достоянием культуры, словно поэма честности, обусловленная бытием казахского народа, окружающей средой. Главная цель нашего часа добропорядочности — донести до вас понятие и смысл честности и справедливости, патриотизма и добропорядочности. Посредством творчества великих личностей заставить задуматься вас о любви к родине, над своим влиянием на окружающую среду научить почитать старших, уважать младших, а также привить те качества, которые способны продолжить светлый путь для развития общества, в котором мы с вами и живем. Ведь искусство — это одна из ценностей, которая в качестве особой формы общественного сознания формирует и развивает духовный внутренний мир каждой личности. В основе богатого культурного наследия лежат наши кюи, повествующие своим звучанием высшие человеческие качества. Человек может быть честным и верен перед собой и другими людьми лишь тогда, когда его поступки соответствуют нормам морали. Честность — это одна из составляющих нравственной стороны человека, а воспитание настоящих людей — главный принцип нашего общества. Кормагаза — один из крупнейших композиторов 19-го столетия, боровшийся за справедливость. Главным достоинством его произведений являются уроки добропорядочности, которые передал композитор своим слушателям через свое творчество. Он с детства увлекается игрой на дамбре. Его вдохновляло искусство ки. Обостренное чувство справедливости в характере будущего композитора наблюдалось еще в подростковом возрасте, когда в 1836-1838 годах Исатай Тайманов и Мохамбет Утимисов выступили против несправедливости хана. Собственный взгляд на происходящие вещи он изложил в своем первом кие кшкентай, тем самым раскрыв неизведанные тайны нового жанра и подняв творчество ки-ше на новый уровень музыкального искусства. Его мысли оказались настолько сложными, что ему пришлось выйти далеко за пределы возможностей дамбры. В его киех находят отражение суровой страницы истории казахского народа, его размышления о жизни и яркие зарисовки казахской степи. Еще одним произведением Курмангаза, воспевающим честность и справедливость, является Киль Ахбай. С юных лет познавший лишения и горечь утраты музыкант уже в 15-16-летнем возрасте смотрит на окружающую действительность глазами взрослого человека. Он вспоминает, как зажиточные люди бессовестно пользовались трудом наемных работников. Произведение Ахбай звучит как настоящий бунт против притеснений угнетателей казахского народа. Темы дружбы, доверительности и преданности часто присутствуют в творчестве Курмангаза. К примеру, Кьюи, Перовский марш, Саранжаб, Лаушкен. Не кричи ни шуми, посвященные людям, подвергшимся несправедливости, преследованием и гонением. Курмангаза боролся с несправедливыми богачами-манапами, аристократией, выступал против несправедливых решений власти имущих, дружил только с султаном Даулет Кирием. Во время встречи Даулет Кири сыграл свой ки Булбул. Ответный ки Курмангаза очень понравился Даулет Кирием и он в знак благодарности назвал этот ки Булбулдым Коргора. После того случая, глубоко тронувшего его сердце, Даулет Кири навсегда бросил свою печать, должность и несправедливое окружение, окончательно вступив в путь творчества, чтобы воспевать честность и добропорядочность, как о сокровище человечества. Давно превратившиеся в летопись, ки композитора Амамбол Шишем Амамбол, Хайран Шишем, повествуют о сильной любви к матери. Амамбол Шишем Амамбол по праву считается одним из шедевров казахской дамбровой музыки того периода. В целом, творчество Курмангаза пропитано существовавшей между учителем и учеником преданностью. Композитор после себя оставил множество учеников, которые неустанно занимаются популяризацией, киа и творчеством своего наставника. «Если бы твою левую руку, а мою правую руку дали одному человеку, то из того киа иша родился бы несравненный шедевр», как-то сказал композитор своей ученицы Дини Нурпиисовой. Наверное, это и есть признание ее подлинного таланта. Приглашенные академиком Ахмедом Жубановым, Мендагали Сулейменов и Дина Кинджеказа, в Алматы прибыли не с пустыми руками. С ними был багаж, полный киа ими Курмангаза. И тогда Ахмед Жубанов спросил у них, «Кто из вас больше всего похож на своего учителя?» На что ответил Дина, «Мендагали играет как учитель». «Куда мне до учителя?» Домбра в его руках словно оживала, заскромничал Мендагали. Это и называется настоящей преданностью благодарных учеников. Благодаря таким исполнителям и преданным ученикам сегодня мы с вами владеем богатым наследием, которое имеет неприходящую ценность. Дорогие друзья, в заключение хотелось бы добавить – любите искусство. Стремитесь к честности и добропорядочности. Будьте достойными людьми своего общества и своей нации. Ведь во все времена честность была на весь золото.